всем привет и так как вы успели заметить мы сейчас только что достали новую абсолютно новую газонокосилку из упаковки я ее собрал практически за 5-6 минут установил травосборник и сейчас готов заправлять ее расходными материалами то есть горюче горюче смазочными материалами для этого нам понадобится масло редверк масло сай 30 объем масляной бутылочки 600 миллилитров именно этот объем 600 миллилитров необходимо залить в картер для нормальной работы газонокосилки также нам необходимо заправить ее топливом топлива мы взяли бензин а и 92 самый простой бензин не интеллированный который рекомендован производителем напомню то что двигатель у наших косилки брикс and straten серии 625 и и кстати это чудесный мотор который требует минимум хлопот от пользователя то есть его необходимо заправлять чистым не интеллированным бензином а и 92 доливать рекомендованный производителем масло в картер и менять его своевременно согласно инструкции а также обслуживать воздушный фильтр который легко достается и меняется на более подробные правила эксплуатации двигателя с временными интервалами прописано в инструкции по эксплуатации итак я заправляю косилку топливом заправочный объем топливного бака составляет 1,3 литра то есть 1300 миллилитров я заправил порядка 150 миллилитров потому что нам для запуска данной газонокосилки это вполне достаточно а сейчас я буду заправлять на зонокосилку маслом масло летние сай 30 редверг очень удобно когда бутылка с маслом такой же емкости как и заправочный объем картер перед каждым запуском необходимо проверять уровень масла в картере двигателя для этого у данного двигателя есть вот такой щуп и на нем две отметки отверстие верхнее и отверстие нижнее вставляем щуп бензин заправлен приступаем к запуску для запуска данного двигателя не нужно нажимать кнопку подсосов никаких праймеров к двигателю уже готов к запуску поэтому выжимаем рычаг и приступаем к запуску но для того чтобы заглушить необходимо отпустить рычаг верхний газонокосилка автоматически заглохли но и как вы заметили для того чтобы запустить данный двигатель мне потребовалось всего лишь три движения стартером этого достаточно было чтобы бензин поступил в карбюратор и газонокосилка завелась газонокосилка готова к работе остается самое главное выбрать режим ее работы напомню то что наша газонокосилка может работать в четырех режимах это режим работы с травосборником режим работы с боковым выбросом режим работы с задним выбросом эмульчирование да таким образом перед вами уникальная простейшая и наи удобнейший газонокосилка которая оборудована еще и подстаканником для вашего комфорта в работе при кошении газон а я на этом с вами прощаюсь и пытаясь еще раз завести газонокосилку до новых встреч с великолепными и удобными инструментами садовыми инструментами redverg а